МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые дамы и господа! В эфире радио «Народная волна Чикаго». Вы нас можете слышать на волне 14.30 АМ или 99.1 FM. Также вы нас можете слышать на нашей страничке www.radionvc.com, на нашей странице Facebook Radio NVC, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале Radio NVC. Зайдя на канал, пожалуйста, как обычно мы вас просим, нажать кнопочку «Регистрация» или «Сабскрайб», и мы обязательно с вами будем делиться самыми последними и самыми свежими новостями, которые происходят. Поэтому, пожалуйста, заходите, регистрируйтесь, и будем с вами общаться. Теперь... Телефон студии. Да, телефон студии у нас. Обязательно. 847-400-5200. И звонок уже есть. Звонок у нас уже есть. Давайте примем звонок, а потом будем объявлять дальше, что происходит. Добрый день, вы в эфире. Нет, добрый день. Добрый день. Анатолий, я не знаю, вы смотрите «Эхо Москвы» вообще? Иногда просматривать? Нет, я вижу, что нет. Значит, есть такая журналистка от «Эхо Москвы», вроде бы про личную организацию, Карина Орлова. Да. Сегодня она там поместила заметку на «Эхо Москвы». Правосудие по-американски с российским душком. Ну, ничего более мерзкого, гнусного. Она много пишет, видимо, информация от СНН и так далее. Ну, это просто превосходит вообще все, что можно было ожидать даже от демократов, даже от этих четырех. Вот вот от радиостанции. Вы не можете, ну, заткнуть ей рот нельзя, конечно, но дать какой-то материал в «Эхо Москвы». Спасибо большое. Спасибо, Юрий. Только надо напомнить, извини, что она корреспондент «Эхо Москвы», живущая в Вашингтоне. Она в Америке живет. Да, но вы понимаете, вы сами, Юрий, ответили себе же, задав вопрос мне. То есть, почему я не слушаю и не смотрю, не просматриваю «Эхо Москвы». Там просто нечего просматривать. Даже если посмотреть «Венедиктова», он тоже уже не тот «Венедиктова», который когда-то был. Поэтому там действительно честно, ну, вот лично мне там делать нечего. Поэтому я не смотрю. Теперь, насчет приложений. Я обязан напомнить о том, что Вы нас также можете слышать, загрузив наше бесплатное приложение на Ваши айфоны и опяды. Либо, если Вы работаете на платформе Android, пожалуйста, через Ваш веб-браузер зайдите на нашу страничку, будете нас слышать. Итак, еще раз, номер телефона 847-400-5200. В эфире неполиткорректное ток... Нет, в эфире все-таки народная трибуна. И неполиткорректно мы тоже будем говорить. Будем выражаться, да. Как Вы уже слышите, у меня, напротив меня сидит Олежка Патлах. Здравствуй, Олежка. Здравствуйте. Ну, Вы знаете все прекрасно, что с Олежкой мы давно знакомы, поэтому я его не буду называть там Олег Батькович. Не знаю, к счастью или не к счастью, да? Это уже другой вопрос. Это мы не задаем. Но, тем не менее, Олежка напротив меня. Итак, всем здравствуйте. Я знаю, что нас слушают и в Израиле, и по всей Америке, и иногда даже на Украине, в Германии. Поэтому всем тем, кто нас слушает и видит, добрый день, добрый вечер. Спасибо за то, что Вы с нами. Итак, мы начинаем. В догонку вот звонку радиослушателя насчет корреспондента «Эхо Москвы». Почитайте, интересно будет вам высказывание Каспарова. Гарри Каспарова относительно Трампа. Ну, Вы знаете, что он слывет Трампа ненавистникам. Он всегда говорил, что его безопасности, личной безопасности угрожает каждый день. Вот он боится за свое существование. Вот почитайте, что он пишет, например, уже не надо быть корреспондентом «Эхо Москвы». Да, слушай, это любое советское средство, в смысле российское средство массовой информации. Хотя, в принципе, как говорит мой любимый Крис Плент, называя российское советским, я просто повторяюсь. Потому что абсолютно тот же самый. Никакой разницы. Тот же совок, те же мысли, установки, постановления, те же законные и незаконные установки. Поэтому это все ерунда. Давайте лучше начнем с наших баранов, которые действительно вот с наших баранов. Я знаю, что Олежка подготовил материал, очень интересный, по поводу наших СМИ. Поэтому давай... Дело в том, что этот материал даже не надо готовить. Надо просто почитать на интернете и увидеть те новости, которые происходят в повседневной жизни, и о которых медиа не сообщает. Ну вот, например, никто не знает о том, что Антифа атаковала ICE офис. Это Immigration and Custom Enforcement. То есть, другими словами, это офис Department of Homeland Security. Кстати, это тот департмент, который вот наша четверка хочет устранить, хочет убрать. И считает, что он не нужен, нам нужно открыть границы, и нам Department of Homeland вообще не нужен. Они вообще считают, что создали его зря. Конечно. И вообще 9-11 это было просто something, что какие-то something people did. И не нужно никакие деньги отправлять на укрепление этого департмента. И не нужно вообще деньги вливать вот туда, вот на укрепление границ. И они говорят, просто откроем границы. Заходи, кто хочет. Так вот, Антифа, член Антифы, он атаковал этот офис с ружьем и бомбой. К счастью, никто не пострадал. Его застрелили. Полиция его застрелила. Но вот нашли манифест, который он оставил, и там было пояснение к своей атаке, в котором упоминают и о концлагерях на границах, с чем он не согласен. Вот была вот такая новость, о которой никто не знает. Мидия абсолютно это не освещала. В Колорадо тот же офис, Ice Office, в Колорадо протестующие члены Антифы и других организаций похожих, значит, они сорвали американский флаг. Так, повесили мексиканский флаг, заблокировали здание, доступ к офису. Туда не могли зайти ни мигранты, ни работники, никто. Тоже об этом никто ничего не говорит. Ты забыл, они еще взяли флаг Ice? Да, да, да. И повесили его вверх ногами. Рядышком, да, они повесили. В Калифорнии арестовали 22 члена МС-13. Вот это вот, к сожалению, в кавычках славной организации. Их обвинили в убийстве семерых человек. Только за прошлую неделю. 19 человек из них, это нелегальные мигранты, которые пересекли границу нелегально, нарушили закон и убили людей, расчленили тела и выбросили в каньоны. Если бы демократы не отказались укрепить границы, если бы они не ратовали вот за упразднение вот таких вот офисов, как Department of Justice, если бы они действительно хотели, чтобы в этой стране был порядок, то этих подонков, другими словами их не назовешь, здесь бы не было. И убийств этих не было. И семь человек были бы живы. И дети, родители, сестры, братья не лишились бы вот этих вот семерых. Об этом говорила мидия. Нигде об этом не говорят. Об этом умалчивают. Интересный закон пытались протащить в Сан-Диего. Что это за закон? Это закон касается людей, которые владеют оружием и имеют право на его хранение и на ношение. Значит, новый закон обязывает владельцев оружия хранить оружие в специальных сейфах, которые одобрены Department of Justice. То есть, другими словами, у вас есть пистолет, который вы купили в целях обороны. Понятно, что никто войной не идет и не надо стрелять направо-налево. Но мы все прекрасно знаем, как ночью в дома проникают преступники. Это не один раз случалось. Это было довольно часто. То есть, если ко мне в дом проник преступник, и у меня пистолет лежит в тумбочке возле меня. И я им воспользовался или хотел воспользоваться и вызвал полицию. Полиция приехала и увидела, что у меня пистолет лежит возле моей кровати в тумбочке. Значит, я иду в тюрьму на 6 месяцев. Об этом тоже никто ничего не говорил. Более того, это вообще антиконституционно, в принципе. Тоже об этом умалчивает. Ну, и вот интересная информация мне попалась. Наша славная четверка, вот, в частности, двое из них, Ильхам Амар и наша Шурочка Кортес. Кортикова. Кортикова, да. Вот, как вы знаете, в МИДе показывают по телевизору, как их встречают их избиратели, как они кричат с флагами там стоят, как они их поддерживают и любят их. А на самом-то деле, Аказио Кортес сегодня поддерживает только 22% ее избирателей, а Ильхам Амар только 9%. Подожди, секундочку. Давай мы сначала, изначально, найдем цифру, чтобы люди поняли, что такое 22% от чего? От 74% тех, которые раньше были за нее. Значит, за нее в ее дистрикте дистрикт состоит из 700 тысяч человек. 700 тысяч. За нее проголосовало 11% от всей общей численности и жителей ее дистрикта. Просто ей повезло, что за других проголосовали 5-ми. А там других не было, там была Синтия, как ее это, из Sex and the Series. Она против нее, что актриса, Синтия, что там, неважно, Никсон. Синтия Никсон. Так вот, за Акасио-Кортес проголосовало 11% жителей ее дистрикта всего-навсего. И вот из этих 11% только 22% поддерживают то, чем она занимается. А за Ильхан Амар только 9. Хотя, вот если ты помнишь, показывали, как она вернулась там к себе в этот... Миннесоту. Миннесоту. И вот стояли люди с флагами. А на самом-то деле там стояло, может быть, 100 человек или 150. Все. Но медиа показала так. Понимаешь, тут же нужен еще и талант оператора. Ракурс. Можно же, да, все снять по-другому. То есть, они снимали эти 100 человек сверху, снизу, справа, влево, слева, сзади, впереди. И создалось впечатление, что там стояли тысячи и тысячи и тысячи человек. На самом деле, там было человек 150 или 160. Но вот Трамп сказал очень интересно, когда вот последняя была его ралли в Норд-Карлайне. В это же время Джо Байден там тоже пытался что-то разобраться с кем-то. Короче говоря, Трамп хорошо пошутил по этому поводу. Он сказал, что на всем митинге Джо Байден собралось столько людей, которые даже не заполнили первый ряд моего собрания. Ну, последний, значит, на последнем митинге Джо Байдена было 300 человек. Да. Мне очень нравится смотреть выступления Трампа. Значит, его ругают за то, что он косноязычен, за то, что у него не хватает словарного запаса, за то, что он, знаешь, мы как-то говорили с одним моим приятелем и обсуждали тему, вот читает ли он по этим, по экранам или от себя говорит. И вот мы говорили, говорили, пришли к выводу, что вот когда он начинает нести какую-то там ахинею, вдруг, это он от себя на самом деле. так вот, почему я обожаю смотреть Трампа. Ты заметил, что я сказал, смотреть, не слушая, смотреть, он великолепный артист. Когда он на этом же Райлы, когда начал упоминать имена вот этой вот четверки, и как он сказал, о Казио-Кортес, и так смотрит, влево, влево по диагонали, вправо, вправо по диагонали, потом вправо, потом повернулся назад и делает паузу, а потом приставляет палец к виску. Ну, это же действительно шоу. Как он интересно сказал там, когда ему кто-то выкрикнул, что ее зовут Акасия-Кортес, он сказал, нет, он про нее сказал, Кортес, а ему кто-то выкрикнул, говорит, Акасия-Кортес, говорит, у меня нет времени объявлять все ее в эти фамилии, так что, нет, он молодец, конечно. возвращаясь к мидии, возвращаясь к этому, вот об этом они умалчивают. Ну, вот уже третий день, оказывается, это я говорю тем, кто не слушает СНН, у нас здесь звонок, давайте примем, добрый день, вы в эфире. Добрый день, я хотел бы что сказать, Акасия-Кортес, это же не так все просто, я, по-моему, оставил на Facebook, по-моему, странице Сергея, линк на эту группу, которая ее выдвинула и выничала. Да, 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 да. Как это, знаете, напоминает, как лягушку надувают саламинкой. Да, причем через одно место. Но ее группа, вот эти люди, там большой обстоятельный материал, это исключительно, это готовая партия большевиков. Да, сто процентов. И они сейчас четко об этом говорят, они не скрывают своих взглядов. Они говорят, мы, и поэтому они боятся спорить с Мэнси Фелосио, у нее финансовая поддержка совсем с другой стороны. Абсолютно. Единственное, что она не ушла. И вот эти люди говорят, что они хотят выдвинулся таких же отмороженных. И они будут бороться, кстати. Они будут бороться уже... Они организованы, они очень опасны. Уже сегодня, в штате, уже сегодня, в штате Нью-Йорк собирается баллотироваться два человека в возрасте от 30 до 30, 30 и 35 лет, которые абсолютные социалисты. В штате, по-моему, Техас 30-летний пацан, который уже собирается баллотировать. То есть, они готовят абсолютно, как вы правильно сказали, партия большевиков. Сто процентов. И если... И можете не сомневаться, что слова песнопамятного господина Алинского о том, что для достижения более справедливого строя что-то такое, необходимо purge America from about 30 миллионов persons. Да. Они что-то не имеют в виду, вы понимаете, очистка от 30 миллионов человек. Они не дрогнут. Большевики не боятся чужой крови. Абсолютно. Спасибо большое. Как говорили большевики, всегда нужны радикальные меры, да? Да. Нет, человек, и не проблем. Нет, но самое главное, вы понимаете, демократы, и я уже думаю, что Нэнси Пелоси и тот же Чак Шумер прекрасно понимают то, что они просто чисто про... Ну, так, чтобы не сказать грубо, прокакали свое время. Почему? Потому что именно тем, что вот эта старая гвардия демократов пыталась удержаться на своих местах, они прозевали тот момент, где нужно было потихонечку взращивать молодежь, которая бы приходила такая же центристская, допустим, ну, там, чуть-чуть влево, но такая же центристская, чтобы она занимала места вот этих вот динозавров старых. А раз они этого не сделали, вот они сейчас получили. У них некому заменить стариков, кроме вот этих вот большевиков. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Прощение, я не сразу слышал, Олег, вы не можете уточнить, вот вы сказали департамент, юридический департамент, где принял решение о том, что должно хладиться личное оружие в сейфе. Это у нас или где? Нет, нет, это было Сан-Диего, и, если честно, я не уверен, приняли ли ли это, но сетью в канцл, они проголосовали, по-моему, шесть к двум и пытались протащить это. Я не уверен, было ли это утверждено. А, понятно, я конец слышал, а я понял, что уже это же поделано. Сан-Диего, нет, я не уверен, я не видел, нигде что-то утверждено. А заодно я могу сказать, вы слышали сейчас в каком-то штате, я забыл, приняли это сказать законодательно по всему штату, что теперь только умное оружие будет. Ну, это, которое отпечатки считывает. Это идиотизм. Конечно, конечно, сто процентов. Спасибо большое. Все, что не делается относительно оружия, пока что на сегодняшний день, это все антиконституционно, потому что мы имеем право хранить, иметь оружие и носить его. Естественно, что мы должны пройти через какие-то определенные инстанции, чтобы получить это разрешение. Нас должны проверять, если демократы хотят ужесточить законы проверки, ради Бога, пусть меня проверяют, если я не сумасшедший, не псих, если я не состою на учете в психдиспансере, если я имею, если у меня не было никакого криминального прошлого, я имею право хранить оружие дома и носить его. И это закреплено в нашей второй поправке. Вот на этой утверждающей ноте, давайте возделаем перерыв и вернемся и будем продолжать наше обсуждение. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы возвращаемся на народную трибуну. Телефон на трибуне 847-400-5200. Ну, а на самой трибуне Олег Патлах, Анатолий Червец обсуждаем. Мы наши всякие текущие новости и вот с тем, что мы ушли на рекламу, это как раз было то, о чем Олег говорил по поводу хранения оружия и ношения. Ношения оружия и так далее. Ну, будем надеяться, что вот у нас есть звонок. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Слушали вы сегодня речь надлора? Конечно. Обязательно. Я еще нет. Ну и что вам? Да, сейчас мы это дело... Спасибо вам большое. Я вас не буду отключать пока, потому что мне просто интересно ваше будет мнение тоже. Вот давайте так. Давайте начнем с вас, а потом я все-таки дам свою оценку этому. Прошу вас. Ну, я, честно говоря, в ужасе от этой наглости, которую он продолжает нести, не прекращая, что у него есть данные, что это Мюллер заслуженный человек, который сказал, что Трамп виноват, я в ужасе. Понимаете? Да. Давайте перед тем, как Толик даст оценку, я вставлю себе пять копеек и скажу, что вот те, кто слушает Fox News, те, кто слушает... Я включусь в одна. Да, да, пожалуйста. Спасибо вам большое. Сейчас поговорим. Спасибо. Те, кто слушает Fox News, те, кто слушает Бена Шапира по радио, включите CNN. Просто вот вам будет интересно. И послушайте, что говорят демократы вот по поводу выступления, выступления, черточка допроса, Мюллера. Они празднуют победу. Они говорят, что вот еще одна монета в нашей копилке. Они говорят, что они победили. Есть такая Джессика Брандт. Она... Есть такой Research of Aliens and Security Democracy. Демократия. Вот она возглавляет этот комитет. Значит, она сказала, что их расследование, их разведывательное сообщение, сообщество и расследование того, что произошло в 2016 году и после 2018 года на основании этого анализа они неоднократно приходили к выводу и до сих пор они уверены и знают, что российское вмешательство не только имело место, но оно и продолжается сегодня. И это будет в 2020 году. А скоро будут еще потом незагорамы выборы 2022-2024 года. То есть, они все равно уверены, причем они говорят, они знают, у них есть факты, что Трамп во всем виноват и что действительно было вмешательство. Почему-то пока эти факты не обнародованы, я не знаю. Ну, давайте начнем с того, что вот эта вот пресс-конференция, которую сегодня демократы пытались дать, потому что я не верю в то... То есть, я не вижу в том, что они сделали как-то подачу чего-то. Давайте ответим на телефонный звонок. Добрый день, вы в эфире. Я так. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Если вы смотрели, слушая, вот как выступал, задавая вопросы Джим Стюарт, Крайтсен, Стюарт, Джин Джордан, ведь Миллер посмотреть был на его лицо, у него жалкий вид был. Поэтому все эти мантры, которые они там поют по поводу их победы, это же просто мантры. Абсолютно. Абсолютно. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я... Здравствуйте. Это привет из Израиля. Привет из Израиля. Шалом. Ира. Я постоянно слушаю вашу передачу, я просто, ну, очень, очень, очень мне она нравится. Спасибо вам. Очень. Я каждый раз, каждый день я только ловлю еще вашу передачу, чтобы послушать, потому что я считаю, что вся жизнь, то, что у вас сейчас происходит, напрямую связано с нами, и мы очень, очень переживаем за все то, что происходит у вас. очень переживаем. Ну, естественно, все мы, все мы, в основном, кого я знаю, только за Трампа. Это естественно. Спасибо большое. Потому что лучшего для нас президента нету, и не было, и не знаю, будет ли. Нету такого, не было. Мы столько пережили нашего дорогого Обрама, что мы уже ловим каждое слово Трампа. Мы очень много переживали из-за него. Спасибо. Теперь я хотела еще вот что сказать. Можно еще, да? Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Израилю все можно сегодня. Я по долгу своей работы, я занимаюсь тоже беженцами. Конкретно я оформляю, там приезжают люди с учетом на работу и так далее. И мне так смешно, когда эти адвокаты ваши, с таким серьезным видом доказывают, что они беженцы. Никакие они не беженцы. И у меня такие же беженцы, и я знаю ни один человек, ни одного документика. Когда ты беженец, ты приносишь обязательно должны быть документы. Какая у нас в Израиле в этом отношении сейчас стало очень строго. И требует документы. Хорошо, ты беженец, ты пострадал, какой-то документ у тебя же должен быть. Нету документов, до свидания. Обай-то. То есть, домой. Спасибо большое. Я должен вам сказать в ответ, что мы тоже очень любим Израиль и тоже за вас переживаем. У нас вот еще один... Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Алло, добрый день. Добрый. Мне кажется, вы совершаете одну стилистическую ошибку, называя вот этих негодяев демократами. Дело в том, что это уже не демократы. Это... Левачио. Левачио не одно... А, Левачио не то слово. Это либерально-фашистская, но это она стилистическая партия. Да. И вот ваш ведущий упомянул такую организацию, как Антипа. Это если обратиться к истории, это точь-точь, как гитлеровские штурмовики. Да. Да. 20-е, начало 30-х годов. Абсолютно правда. Абсолютно. Один к одному. Спасибо большое. Вот как пишет... Секундочку. Я хочу попросить прощения у Иры из Израиля. Мне нужно было вас прервать, потому что у нас очень много звонков. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы слушаете, за то, что вы звоните. Пожалуйста, звоните, и мы будем с вами общаться по мере возможности. Вот в ответ предыдущему звонящему, вот как нам написали на YouTube, значит, демократы, их назвали дерьмократическое, левацкое и шизоидное, партию. Ну, да, шизоидная толпа. Да, добрый день, мы вас слушаем. Вы в эфире. Добрый день. Я вот смотрел CNN сразу после этого допроса. И, значит, сказали они четко, все, теперь понятно, теперь нам надо вызывать Макгана. Да. Вот. И сегодня они уже подали в суд запрос, чтобы его привлекли. А на факт после этого было сказано, понятно, что они ничего нового не получили, и все, что теперь они будут делать, это просто как можно больше продолжать лить грязь на умы людей. Они не могут остановиться. Чтобы люди продолжали верить в то, что они говорят. Спасибо большое. Вообще, конечно, если посмотреть на выступление Мюллера и оценить это все, то у меня, например, создалось впечатление, что это выступление оставило больше вопросов, чем ответов, потому что он абсолютно был сбит с толку, он был дезориентирован, он не мог давать показания по самым очевидным пунктам. Например, сказать, что хоть что-то о фирме Fusion GPS, значит, деньги был составлен, этот отчет Стива, запустивший расследование о России, он забывал вопросы по ходу, он все время переспрашивал. Такое впечатление, что он находился в какой-то вот, в каком-то состоянии неврозном. Создается впечатление, что он вообще не готовился к этому, и что репорт писал не он, а кто-то другой. Ну, сегодня, опять же, вот мы говорили про эту пресс-конференцию, почему это важно, почему я хочу, вот спасибо за то, что вы ее затронули, потому что есть такое понятие в английском языке, называется damage control, то есть это контролировать потери, которые происходят вот по мере поступления. Значит, то, что демократы прекрасно, то есть вы же понимаете, даже их средства массовой информации перед тем, как они успели оклематься, уже признали в том, что это был абсолютнейший дезестер или, ну, ужас, через который прошли демократы. Потом они, конечно же, оклемались, они быстренько собрались в своих редакционных кабинетах и пришли к мнению, что нужно сейчас что-то делать. Так вот, смотрите, если вы заметили, те, которые смотрели слушание, вы должны были заметить, что в начале, до первого перерыва шло чисто обсуждение двух тем. Первое, это могли, задавали вопросы Малеру, могли ли вы его, Трампа, оправдать, на что он сказал нет. И второе, если бы не факт того, что вам поступила директива сверху, смогли ли бы вы его индайт. И он сказал, что да. То есть, он как бы сбросил все это на счета, директивы сверху. Потом, он быстренько, вернее, не он, он-то, я не знаю, или он что-то соображал вообще в этот момент, но вот тот адвокат, который сидел с ним, во время перерыва, он, видно, ему сказал Малеру, что вы там немножко спороли ерунду, поэтому нужно срочно исправить, потому что останется, вас могут судить. С чего он начал, да? Первое, с чего он начал, он начал с того, что он извинился, я хочу поправить рекорд, я не обвинял Трампа, только потому, что у меня не было достаточно доказательств. Но об этом уже никто не говорил. То есть, то есть, не будучи обвиненным, с него сняли обвинение. Дело в том, что вы понимаете, вот это все равно, что, например, обвиняют кого-то ложно на первой странице газеты, а потом, как говорится, они дают опровержение где-то на странице 85-й одной строкой. Понимаете? Вот это то, что произошло. Но уже теперь его нельзя как бы поймать за причинное место, за то, что он лгал. Но, тем не менее, вторым, во втором отделе, вы посмотрите, как они быстренько поменяли тему, потому что они поняли, Калужин там не пройдет. Просто не пройдет. И они начали давить на препятствие правосудию в связи с тем, что Трамп несколько раз давал указания Маген или советовался с Маген уволить Малера, на что Маген ему не позволил это сделать. И, в конце концов, Маген подал в отставку. Но, то есть, ясно было, я об этом сказал, мы с Сережей об этом говорили еще в среду, если вы нас слушали, о том, что явно было то, что они будут давить на Маген. И вот сегодня доказательство того, что они хотят идти в суд для того, чтобы получить Маген. Значит, дорогие мои друзья, еще раз хочу вам напомнить такую вещь. Во-первых, Маген на момент работы в Белом доме он абсолютно обязан следовать указаниям президента. То есть, есть такое понятие, как executive privilege. Это привилегия руководителя. Трамп после того, что Маген дал почти 30 часов показаний Малеру в свое время и полностью все было записано, выписано и так далее, когда демократы решили его еще раз дернуть на слушание, Трамп сказал, ребята, все, хватит, я с вами сотрудничал все два с половиной года, я вам представил документы, я вам представил возможность интервьюировать моих детей, моих сотрудников, моих, членов моего кабинета, все, на этом точка, больше вам слова не дадут. У них была надежда на то, что во второй раз вдруг он скажет что-то не то, то, что он сказал в первый раз и скажет, ага, ну так вот, значит, он лгал, то ли первый раз, то ли второй раз, но надо же к чему-то прицепиться, у нас звоночки есть, давайте примем, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я насчет Каспарова, вот, я объясняю, могу объяснить в моем понимании то, что он стал антитрамповцем, это главные условия его жизни, он так, как он опасается того, что на него будут покушаться, и не только он один, и Шендерович, и Юлия Латынина, они все приняли такую антитрампскую позицию, потому что они опасаются того, что это, что, не дай бог, что, если они уклонятся от этого, то их новичок будет ожидать где-нибудь этих, которых пытались уничтожить в Англии. Я хочу задать вам вопрос, а чего сегодня боится Каспаров, находясь в Америке, не представляя новичка, Новичка, человек же сказал, новичок. Да, новичок, в принципе, он сегодня не представляет никакой опасности Путину. Такой же опасности, как Скрипали. И, да, и, кстати, он, и будучи даже в России, выступая в оппозиции, в принципе, он, я смотрю на эти вещи, так, значит, Путин не может не иметь оппозицию, ему нужна оппозиция, то есть, Каспаров был один из тех, который, кстати, развалил ни одну организацию, но это уже... У Путина есть ручная оппозиция, Каспаров не относится к ней, да, в чем дело. Но это уже, пусть господа Брумеры обсуждают эту тему, они любят. да, 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 ну, в общем, короче, насчет Каспарова, я вам скажу, я не знаю насчет Каспарова, но когда-то в свое время я у него удивлялся Шендеровичу, потому что то, что он нес, он не мог это нести просто так от себя, он это должен был, обязан был делать с позволения хозяина, иначе это было бы просто невозможно, живя там, поэтому, ну, настало время уже, как бы, стать ручным, так что это, меня это меньше всего интересует честно, что меня, интересует, так это то, что на сегодняшний день демократы пытаются произвести вот этот damage control, то есть, они сегодня подают заявку в суд на то, чтобы Меген выступил, значит, то, что Трамп имеет право на executive privilege, это неоспоримый факт, точка, теперь, для того, чтобы вытащить Меген, они должны в суд, я вам уже это пытался объяснить, они обязаны предоставить в суд сумасшедшие доказательства того, что они расследуют, у них нет абсолютно ничего того, что они могли бы расследовать, вплоть до того, что даже препятствие правосудию, вот тем, что, как его, Малер сказал, что он не может его оправдать, вот это уже абсолютная галиматья, поэтому, придя в суд и суд задав им вопрос, а что вы пытаетесь расследовать, препятствуя правосудию, но у вас же есть заключение Малера, который с ним провел 30 часов, и он не нашел никакого препятствия правосудию, понимаете, то есть, это первое, второе, есть такая расхожая фраза, но кейс, но кейс, но кейс, да, следующим вариантом, они сегодня объявляли о том, что они хотят подать цепину или повестку выдать значит, Джероду Кушнеру и Иванке Трамп, почему, потому что и тот, и вторая является как бы синие, давай за что, есть, старшие, старшие советники, но, опять же, вы понимаете, слон, я всегда говорю, слон с удовольствием съест три тонны орехов, вопрос, кто ему их даст, поэтому, то, что эти хотят сделать, получить имейлы и переписку Джерода Кушнера и Иванке Трамп, во-первых, там очень много есть вещей, над которыми Джерод Кушнер работал по отношению и с Израилем, и с Палестиной, и с Саудовской Аравией, то есть, вы же понимаете, что, то есть, то, что они могут получить, это пшик, по одной простой причине, потому что, так как, опять же, Джерод Кушнер и Иванка являются старшими советниками, то есть, работниками администрации, Трамп имеет право, опять же, выдать свое экзактив привилоч, пойдут они в суд, опять им придется объяснить, что они расследуют, то есть, как говорят мои друзья евреи, вот все то, что они пытаются сделать, называется по-еврейски пестахалоймас, то есть, это просто, ну, пустой разговор, простое дело, вот, поэтому, но, тем не менее, зато они сегодня настолько выглядели презентабельно, их там было человек шесть, еще и женщина одна, которая вышла и сказала, что я преклоняюсь перед Малером за его службу во Вьетнаме, за его работу в этом, в ФБР, и я такая прямо, ну, целую его в засос, короче, что ты тут сюда пришла, так вот, очень это все выглядело красиво, но тем не менее смешно, но это, в том то же и дело, что это все запоминающийся, то есть, вот это вот первое, первый импрессион, как бы, первое впечатление создалось, а что уже будет потом, людей не волнует, то есть, у них в мозгах отложилось вот это, знаете, я еще хочу, хотел вернуться, у нас здесь звонок, давайте примем, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, а вот у меня такой вопрос, а у демократической партии есть спонсоры, которые дают ей деньги, а вот они как на все вот это реагируют, они же в демократической партии могут деньги потерять, я так понимаю, это вопрос. Демократическая партия не только может, они теряют деньги, там сегодня, спасибо большое, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, здравствуйте, Анатолия, мне просто чисто гипотетическим неинтересно, а Трамп может подать в суд вот на все эти расследования, на все остальное проще, то, что его, в принципе, его харажуют просто-напросто, это харажмон. Ну, да, есть такое понятие, поэтому Трамп, вы знаете, он может сделать лучше, чем подать в суд, я могу сказать такую вещь, просто он сейчас, он держит это как козырь, до того времени, до тот момент, когда они, если они уже совсем, как говорится, выйдут из-под контроля, потеряют мозги, то есть, Трамп может обнародовать то, что он, кстати, дал разрешение сделать Уильяму Барр, он может обнародовать абсолютно все то, что было связано с Хиллари Клинтон, с Файза Уоррент, вот со всеми вот этими делами, чего демократы боятся еще больше, чем они боятся проиграть выборы 20-го года, потому что, проиграв выборы 20-го, есть такая пословица, he who, he who fights and runs away, live to fight another day, те, которые дерутся, но потом убегают, они все вернутся, они могут потом еще вернуться и драться дальше, таки, а вот если их убьют вот этими данными, им вряд ли, ну, возможно, будет как-то очиститься, поэтому, я уверен, что Трампу есть, что опубликовать, и по суде, и по спаингу, мне кажется, все-таки это недостаточно, мне кажется, что это надо, давайте не будем, посадить, посадить, нет, секундочку, 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 спасибо, давайте, давайте послушайте, одну секундочку, вы поймите такую вещь, сажать за это, за харесман, никто никого не будет, поэтому, единственное, чего Трамп может добиться, да, он подосновит в суд, будет какое-нибудь там такое громкое дело, будет разбирательство, и все, да, их заставят, может быть, извиниться, если признают, что они были оверзелос, как говорится, слишком, но сажать никого, поэтому не будет. И это будет очередной скандал, который Трампу не нужен, абсолютно, абсолютно, особенно во время, вы понимаете, разница между Трампом и демократами, у Трампа есть чем идти на выборы, у демократов, кроме импичмента, больше ничего нет, они не обсудили ни одну тему, поэтому... У демократов нет сегодня ни лидера, ни программ, ничего нет такого, которое бы привлекло внимание избирателей, да, конечно, и Трампа ненавистников полно, и вот этих вот, тех, которые поддерживают вот эту вот левую линию, которую проводят вот эта вот четверка, вот, кстати, нагадила все демократические партии. И продолжает гадить. И продолжает гадить, да, но, тем не менее, действительно, сегодня уже даже демократам ясно, что Трамп выиграет в 2020 году, это ясно, как божий день. Но если у них номер один кандидат, это Байдер. Когда мой, когда, значит, в среду Малер давал показания, вечером сын пришел и говорит, все, я говорю, что все, где-то он вычитал, какой-то демократический сайт, сайт был, что они написали, что после, не CNN, CNN говорит, мы выиграли. Этот сайт написал, да, по-видимому, нам придется еще 4 года быть с Трампом, а там уже будет видно. То есть, вот как Толик говорил, что мы еще вернемся, может быть, они еще вернутся. А может быть, за эти 4 года, люди действительно поймут, что республиканцы хоть что-то делают для этой страны. И я очень хочу и надеюсь, что на 2024 году Ники Хейли будет баллотироваться на пост президента. Вот тебе первая женщина президента. Вот на этой ноте мы сейчас прервемся и вернемся и обязательно продолжим. Итак, уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся в программу Народная трибуна. В студии Олег Патлых, Анатолий Червец. Номер телефона 847-400-5200. И пока вы собираетесь с мыслями, Олежка, вот тут тоже подготовил материал. Вперед. Ну, в принципе, это не материал, просто это как бы вдогонку. Мнение. Да, это вдогонку того, что... Нет, даже это не мнение. Упомянуть хочу еще кое-что. Толик говорил о том, что основное направление у демократов, когда они допрашивали Мюллера, это было вмешательство России. У нас здесь звонок, давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем внимательно. Алло. Добрый день. Анатолий, будьте добры. Вы не закончили ответ по поводу субсидирования демократической партии. Вас прервали. Спасибо. Есть ли какие-нибудь реальные информации о том, что действительно уменьшают субсидии? Спасибо. Спасибо. Давай ответь уже на вопрос, а я потом... субсидирование демократической партии. Скажу вам такую вещь. Самый большой донор демократической партии на все это дело плюнул и решил подать... решил баллотироваться сам на пост президента. То есть, там Стайр, человек, который вложил сотни миллионов долларов в эту демократическую партию именно для того, чтобы они сделали импичмент. Поэтому вот тот же Джерри Недлер, тот же Элайджа Каммингс, тот же этот Эдам Шефт. Почему они... И почему Нэнси Пелоси крутятся как ужин на сковородке? Потому что вот эта тройка, которых я назвал, это председатель юридического комитета, председатель комитета по надзору и председатель комитета по разведке, они все три рвутся из трусов для того, чтобы как-то отработать те деньги, которые они получили от Стайра. То есть, им нужен импичмент, иначе с них спросят, с них дядя взрослый придет и скажет, ребята, вы за что деньги получаете? А Нэнси Пелоси, она прекрасно понимает, что это равносильно самоубийству, потому что она помнит прекрасно, что произошло с импичментом Билла Клинтона. Из офиса его не убрали, зато его рейтинг поднялся чуть ли там не до 70%. То же самое сейчас. Не может она подать, разрешить импичмент, потому что в Сенате большинство это республиканцы, они в жизни не пропустят этот импичмент, а вот ей, его пропустить, это значит просто вот вручить Трампу, как говорится, козырь в руки дать. Ключ от победы. Кроме того, что многие демократы тоже против импичмента, потому что они понимают, что он не пройдет. Но это будет еще одна тень, которая ляжет на них. И это будет козырь Трампа, который скажет, вот вам, пожалуйста, три с половиной года демократы занимались чем? Они пытались меня импичь. Они не занимались ни экономикой, ни рабочими местами, ни здравоохранением, ничем. Они пытались меня импичь. И в конце концов, что у них получилось? Ничего. А вот теперь я вам расскажу, чем я занимался в тот момент, когда они пытались меня импичь. Понимаете? И вот поэтому там Стайер быстренько решил вбросить полотенце, потому что он понял, что эти инвалиды, импотенты, они не сделают то, что ему нужно. И поэтому он решил баллотироваться. Другой разговор, что пока что он не может набрать достаточно очков, даже попасть на дебаты. Он даже туда попасть не может, потому что его вообще никто не знает. Он никто и ничто, и зовут его никак. Да, он мультимиллиардер, но в политике он никто. Поэтому вот вам субсидии демократической партии. А все остальные это мелкие... Все, что он делал, занимался филантропией в последнее время и поддерживал Хиллари Клинтон, привал деньги. Вот на этом... В принципе, да, политики он никак не касался. У нас здесь звонок, давайте примем. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, это Евгений из Нинджерси. Прежде всего, я хочу, вот у нас тут группа товарищей хочет вам предложить изменить название вашей редакции «Свежая волна», а не «Народная». Вот. Потому что мы от вас получаем удовольствие. И второй я хотел бы сделать небольшой такой прогноз, что вот этот участок, который расследование проводит генеральный инспектор, а потом еще этот прокурор из Коннектика, они поднимутся до такого верха, которому дальше подниматься невозможно. В том плане, что все равно Трамп не сможет осушить весь Вашингтон. Согласен. Поэтому они дойдут до таких высот, когда демократы скажут, мы сдаемся, Трамп побеждает и так, поэтому надо закрыть это дело. Поэтому они не хотят это допустить. Да, да. Вот интересно Ваша... Ну, я Вам скажу такую вещь. Я думаю, Вы немножко пойдете в другом направлении. Донизов. Нет, вы правильно сказали, я просто... Тут есть, как говорится, такая вилка. Тут можно пойти сюда, пойти сюда. Вы абсолютно правильно заметили, что, да, дойдут до такого верха, дойдут до таких доказательств, просто убойно. Но я думал, что Вы пойдете в другую сторону, что Трамп, вернее, расследование Дурамо, Горовца и Барра, упрутся где-то в стеклянный потолок на уровне Лоретты Линч, и дальше они не пойдут. Они никогда не пойдут ни за Обамой, ни за Клинтон. Вот это я имел в виду. О, видите, молодец. Они не дойдут до такого уровня, что не то, что упрутся, а просто, ну, невозможно будет ничего сделать. Это надо будет расстрелять весь вашим... Абсолютно. Вот поэтому, да, да, и я об этом, кстати, спасибо Вам огромное, что Вы это сказали. Вообще, спасибо за комплимент, очень приятно слышать. И мне, Орешки, спасибо. Спасибо большое. Но, вот этот стеклянный потолок, вот это то, что я все-таки, я об этом говорю уже не знаю сколько, что дальше, в лучшем случае, мы добьемся там какого-то наказания на уровне Лоретта Линч. А вот Клинтон и Обама, это... Всегда у всех вопрос посадят для Хиллари. Вопрос номер один. Интересно, одно время, где-то год назад, по-моему, когда въезжаешь в Индиану, там висел огромный плакат Хиллари Фор Призн. То есть, не просто люди, целыми штатами надеются на это, но, как говорит Олик, да, мы по чуду думаем, что до этого не дойдет. Я, да, я не... Потому что, ну, вы сами понимаете, что, конечно же, Обаму вообще трогать никто не будет, это уже показало время вот эти три года, а Хиллари, ну, опять же, что ее трогать, то есть, когда пройдет все это расследование и когда выяснят, что это она была за инициатором, инициатором, и платила, да, с этим финансистом этого досье, с нее хватит, поверьте мне, там просто грязи, от этой грязи не отмоешься, особенно на свой день. что тот вопрос, который поднимался не один раз, все те люди, которые работали с ней в ее штабе или были связаны и которые, непонятно, по какой причине, они сегодня уже не жильцы, они умерли, да, говорят мягко, политкорректно выражаясь. Тем, которым не повезло, те умерли, тем, которым повезло, им дали иммунитет. Совершенно верно. Так вот вопрос в том, была ли замешана Хиллари вот в смерти этих людей. Они не будут это трогать. Да, вот это вот единственное, на чем могут копать, а все остальное не будут трогать. У нас звонок есть, Добрый день, мы вас слушаем. Очень коротко. Народ жаждет жертвы. Крови. Да, это да. Вот это да. Хлебо и зрелище. Да, спасибо большое. Хлебо и зрелище. Вы знаете, естественно, всегда народ хочет... Справедливость. Нет, нет. Давай, говорит, так. Мне кажется, что уже и демократы устали от этой бодяги. Мюллер, Russian Collusion, Abstraction of Jazz, одно и то же. Они хотят что-то новенького. Поэтому, когда вы сказали жертву, конечно, народ сидит и ждет, что-то нового должно случиться, чтобы был какой-то, ну, excitement. Добрый день. Добрый день, мы вас слушаем, вы в эфире. Привет. Привет. Да-да, слушаем. Говорите, говорите, говорите. Это вы. Да-да-да. Мюллера к этим слушаниям. Потому что кажется, что, ну, хорошо, он не писал этот репорт. Хорошо, он сам его не писал, не читал. Но перед слушанием, по идее, хотя бы кто-то должен был, что там было написано. Такое было впечатление, что он это видел вообще в первый раз. Вы знаете, что я боюсь? В его возрасте он, пытаясь слушать репорт, просто засыпал. Дело в том, что он, да, во-первых, засыпал, во-вторых, в таком возрасте выдержать такую все-таки нервную обстановку не каждый может. Мы замечали, как у него трусилась рука, как он вдруг там краснел, как он постоянно переспрашивал, повторите, что вы сказали, я не понял вопрос, или там повторите вопрос. Он, по-моему, был в состоянии какого-то эффекта, аффекта, и не мог даже контролировать свои действия. Вот еще один звонок, давайте примем. Добрый день. Мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот как народ узнает обо всем? Ведь неужели СНН и другие будут говорить о том, что нарыли эти? Скажите мне. Спасибо. Ну, я вам скажу, когда нароют, ну, то есть, как народ узнает, вы понимаете, смотрите, это то, что я пытался когда-то в свое время, ну, как-то поспорить с Алексеем Орловым, которого я очень уважаю. Но, на сегодняшний день Факс Ньюс номер один по рейтингу в утренних передачах, в дневных передачах и в вечерних передачах. Для того, чтобы стать номер один полностью во всем дне, причем они уже этот номер один держатся на протяжении там что-то около четырех лет. Так, для того, чтобы стать номер один, для этого нужно иметь достаточно зрителей. Поэтому, я, вы уже доказали, что вместе взятые CNN и MSNBC их слушает меньше вместе взятых, чем один Факс. Поэтому, у меня надежда на то, что все-таки те, вы понимаете, те, которые захотят узнать, они узнают. Те, которых это не интересует, их это не интересует. А те, которые считают, что Трамп убийца, насильник, негодяй, вор и предатель, они так и останутся при своем мнении. Поэтому, нам самое главное, чтобы это вышло, во-первых, наружу, а во-вторых, чтобы об этом действительно узнали как можно больше народу. А уже кто, это вопрос другой. Кого интересует, узнают. Нет, значит нет. Ну и кроме того, народ же черпает информацию оттуда, откуда он хочет это делать. Конечно. Допустим, я включаю Факс Ньюз, я слушаю Шапира. Я очень люблю, между прочим, Дэна Перина. У нее очень, вот этот вот ее блог, он охватывает очень много новостей. То есть она говорит о многом понемногу. Вот, например, если ты послушаешь там Такера или Хеннити, вот, они там делают какую-то основную линию своей передачи, ее придерживаются. Ну и там, в конце они могут устроить какую-то викторину такую интересную. Да. Такер, да. А вот у нее действительно очень интересные новости. Вот я, к сожалению, нахожусь на работе. К счастью, я нахожусь на работе, да? Но я ставлю в запись ее выступления, ее передачу, вечером он слушал. Очень интересно. Так что да. Вот кто-то слушает Бен Шапира по радио, волна 890. Бен Шапира, Крис Плэнт, Марк Лавин, очень много. Рожь Лэмбо. Рожь Лэмбо. Обожаю. Есть что слушать. Но, кстати, прошу прощения, жители города Чикаго и штата Иллиной, у меня просто предупреждение, потому что я вот сам себя поймал на мысли, и я понимаю, что очень многие люди действительно путаются. Значит, на нашей волне, это для штата Иллиной, радиостанция 890 АМ, которая называется WLS, на ней в основном выступают такие толковые люди, видя вот то, что Олежка сказал, есть Крис Плэнт, Рожь Лэмбо, Бен Шапира, Марк Лавин, но с 5 до 7 выступает человек, которого зовут Джан Хауэлл или Биг Джан. Так вот, он абсолютный невертрамповец. Он человек, который Трампа ненавидит. Так вот, будьте очень осторожны в Чикаго с 5 до 7, слушая Джан Хауэлл, чтобы он вас не ввел в заблуждение. Переключайтесь на народную волну. Лучше всего, да. С 5 до 7. У нас звонок, по-моему, нет уже, нету, да. Вот, так что, давай, а то, кто хочет слушать CNN, он будет это слушать, он будет слушать о победе демократа Мюллера, у нас здесь звонок, давай, время второй мировой войны. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы говорите, посадить нельзя, да, посадить нельзя, допустим, президента, Обаму не посадят, естественно, и Билла Клинтона нельзя посадить, хотя, вы помните, нашли его лойера в парке, лежал, покончил с самоубийством, правда, нагана не нашли, странно, вот, ну, это расследование вели, но до этого он провел хорошую операцию, он уволил Сэшнса, помните это дело? Конечно. Ну вот, так, когда Сэшнса он убрал, то был такой, как сказать, диссерей, разбой, по этому поводу, они отправили все расследования в полицию, в полицию парка, который, понятия не имеет, там окурки могут собирать. Что такое вообще расследование? это такие варианты они проводят, и что-нибудь, но, но, против Хиллари Клинтон, может быть, можно, она не была президентом, так что. Ее могут посадить только в том, что... Другое дело, будет или не будет, это я согласен. Спасибо, Сэм. Ее можно посадить только при разрешении или при пожелании Билла Клинтона. Сэм, понимаете, в чем дело? Есть еще вторая сторона медали. Я уверен, что у той же Хиллари Клинтон есть тоже какие-то доказательства, какие-то документы, которые могут, к сожалению, сработать не в ту сторону, в которой надо нам, поэтому, как говорится, не трогай Б, оно не будет вонять, да, поэтому они просто не хотят заниматься этим. Думаю, и не будет этим заниматься, хотя все прекрасно понимают, что у нее рыльца не только в пушку, но там посильнее вещи есть, более серьезные. Вот. Ну, о чем еще мы можем поговорить? О чем мы можем поговорить? Насчет Ильхана Марта. Вот Ильхана Марта. вот то, что, вот, неизвестно, но похоже, что намечаются проблемы с законом у этой скандально известной конгрессвумен. А в каком плане? Значит, есть такая юридическая организация, называется Jericho Watch. Так вот, она направила в конгресс рекомендацию о проведении расследования в отношении Амар. Они больше года изучали ее прошлое, вообще, как она попала в эту страну. А речь идет о том, что, речь идет о совершении сразу нескольких преступлений. Вот, ну, вот, например, первое из них, это то, что в 95-м году Ильхам Элми и еще ее несколько родственников, они уехали из лагеря беженцев, где там, Сомали или Кения, да, получив убежище в США. Тогда же они сменили фамилию на Амар. И, однако, все остальные члены ее семьи оказались по другую сторону океана в Великобритании как-то. А через 14 лет в 2009 году она официально выходит замуж за своего биологического брата, не помню, как его зовут уже, вот, и что дало ему возможность получить американское гражданство. А позже она будет утверждать, что они были всего лишь вместе там два года и вот до сих пор они больше не общаются. При этом, значит, с 2015 года или 2014 она вдруг, она решает уйти в политику, но при этом она выйдет замуж за другого человека, с которым она уже несколько лет жила, не разведясь еще со своим бывшим. то есть похоже на то, что ей, как говорится, хотят сплести лапти, вот, и та же самая демократическая партия понимает, какую ошибку они сделали, конечно, что они этих четверых привели в Конгресс и я, ну, насчет Амар, я уверен, что она уже ей, как говорится, давай, до свидания, да, как пил там, и там баллотируются люди более серьезные в ее дистрикт. что ж, дорогие друзья, у нас, к сожалению, время подходит к концу, у нас остается ровно полминутки, для того, чтобы с вами попрощаться, вас поблагодарить, за то, что вы были с нами эти полтора часа, за то, что вы нас слушаете, за то, что вы нам ставите лайки, хотя я, ну, уважаю это дело, но тем не менее, работаем мы не за лайки, мы работаем для того, чтобы как-то предоставить людям информацию, которую, может быть, они не могут найти где-то в других источниках, поэтому Орешко. И хотим пожелать вам, конечно же, хороших выходных, получайте удовольствие, отдыхайте, набирайтесь сил и слушайте народную волну. Спасибо всем огромное, хороших выходных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!